Два слова скажите, пожалуйста, о том, как вам после вчерашнего... Ой, мне прекрасно, мне великолепно, я так с благородностью вспоминал, вспоминал еще даже. Во сне даже, слышу, разговариваю, говорю, спасибо, Саша, спасибо. Спасибо, спасибо, да. Да, очень, очень просто прекрасно. Раз пришли, значит, раз. Ну, хорошо, ладно, давайте начнем. Поднимемся. Недавно позорку были, да? Мы легкие, но кладем. Слишком маленькие. Но, как говорят, да лосы, таньте не разогрели. Печка. Чик, 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 чик. Давайте опять разогрели на воду. Давайте опять разогрели на воду. На и сторону. Вообще, наверное, имеет смысл активизировать все тело, да? Да, конечно. Это же утро надо активизировать. Вот, я хочу вам предложить простой, эффективный и быстрый способ. Убедитесь в том, что кисть совершенно расслабленная. И можно начать похлопать лицо, постукивать концами пальцев, или даже давайте вадушками. Но сила удара регулируется только амплитудой движения. Кисть расслаблена. Теперь можно двинуться вверх по волосястой части головы, не забывая о боковых поверхностях. И, в принципе, из того, что не больно, не травмирует, чем сильнее, тем лучше. И можно по шее, сзади, вперед, вверх, в плечо, внешняя поверхность, вверх, вниз, внутренний, вверх. Вот так сейчас слишком нежалейте. Ну вот, подчиняем, внешнее ребро вниз, внутреннее ребро вверх, 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 вверх. Вверх, вверх, вверх. Вверх, 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 вверх. Нужно наклониться примерно под прямым углом, выпрямить туловище. осторожно по области почек и посильнее прокрессируем можно опустить руки, раскладываться и медленно подниматься тонизировались? да, хорошо так, хорошо вместе с тем это упражнение не только массаж, но и в соответствии с доводскими представлениями активизирует движение энергии в теле, тело становится более чувствительным и сейчас я хочу вам предложить еще одно упражнение давайте начнем в конце пальцев в конце пальцев потом кистью за пальцами локоть за запястье плечо за локт получается такое спиралевидное движение в конце пальцев и давайте другую руку не знаю сейчас если место стоит все плечо локоть плечо И теперь можно двумя руками наставить. И здесь очень естественно включается в движение тела. Позвольте включиться и тазы, и ногам. Ножки нужно немножко согнуть, чтобы они были мягкие. Расслабиться. То есть движение как можно более расслаблено. Вспомните вчерашний мастер-класс Владика Гавриленко. Когда они были оканьюбы текучей, в жидкой среде. Тоже самое, состояние текучести. И тоже можно себе представить такую среду. Руки держат большой шар. И постепенно можно их сближать. И можно себе представить, что этот шар становится все более более плотным. Можно прекратить колебания тела. И попробовать немножко растянуть этот шар, направляя концы пальцев друг к другу. И при этом может быть ощущение стекания с концов пальцев. И потом сжатие. Вот мы можем почувствовать теплого сопротивления. И потом. Далее. Попречно ремонтируем. Появляются ощущения? Ощущение с большей вероятностью будет явным, если руки не прижимать и сильно не сгибать. То есть, не так их держать, а немножко развести локти. Почти раскрините. Отвести руки вот сюда кушке. И теперь можно немножко поиграть с этим шариком, допустим. Так сделать. Сжать его, сжимая основание ладони, вытолкнуть вверх. Здесь развести. Почувствовать здесь, плечо опущенное. И можно с этим шариком повернуться вправо. И начать медленно наклонять туловище. Внизу повернуться влево. И подняться. Можно синхронизировать это движение вздыхания. Выдыхом наклониться. Судьбосом подниматься. Внизу вверх. Внизу вверх. Внизу вверх. Внизу вверх. Внизу вверх. Вм medically. Но, очередной раз поднявшись вверх. Нужно развернуть немножко к себе ладони, начать опускать руки, попробовать почувствовать теплую руку, выполнять лицо, груди, вывести тело, опустив щебот, бедра, опять возьмите руки, и на уровне груди можно расположить руки перед собой, сжать ладошки и сжимая основание ладоней, чтобы вытолкнуть их наверх, почувствовать шарик сверху, повернуться влево, начать опускать. Возможности, чтобы руки и туловище были наверняка не видны. Если кто-то почувствует признаки головокружения, то можно замедлиться и делать опустив наполненный дыхательный цикл наклон, наполненный дыхательный цикл к ним. И очередной раз поднявшись, нужно остановиться и опять провести. Сейчас можно сильно не разворачивать ладошки, а прокатить этот шарик по передней поверхности. В туловище. Занис. И вперед. Обратите внимание на те ощущения, которые возникают в теле при этом. Новости. спустя руки можно наклоняться опять расположиться перед собой почувствовать этот сгусток если он потерялся попробуйте восстановить его может быть растягиваю я хочу сейчас вам предложить развернуться друг другу образуя пара и немножко взаимодействовать так как мы это вчера делали а просто поворачивайтесь получается пара ваша задача просто почувствовать руки друг друга или держа их вертикально или вот так или рука между руками партнера можно попробовать разные варианты сейчас важно чтобы у вас попробуйте хочу а если на что вам может быть легче и удобнее если вы выберете такую дистанцию при которой руки будут почти чуть-чуть согнутыми их сильно распрямлять не надо чуть-чуть согнутые так чтобы они были расслаблены и высоту можно сделать такую чтобы было комфортно хорошо во всех парах да если ощущение взаимное продолжать продолжайте но сейчас я предлагаю вам почувствовать но продвинуться дальше взаимодействовать не только ладошками а вот хочу провести ладонями над рукой партнера и тоже почувствуйте друг друга при таком варианте и следующее упражнение которое я вам хочу предложить значит один из партнеров поворачивается боком другом и тот кто повернулся блоком ну нужно как и в руках сохранить это ощущение у себя тот кому боком повернулись можете подойти партнеру и расположить одну руку у него где-то в верхней части между лопатками а другую немножко выше середины груди так чтобы ладошки проецировались друг на друга и попробуйте да и можно себе представить что вот серединке ладони как бы вот невидимо соединяется да вот это связь которая была между ладонями когда вы просто их рядом держали что она сохраняется да что вы чувствуете одной ладошкой в другую через тело партнера и может быть тело партнера тоже какие-то ощущения у вас будет вызывать тот кто стоит боком партнер и обращать внимание на то что он чувствует внутри себя вот на этом уровне между ладонями партнера сначала можно обратить внимание на то что около поверхности и когда будет ощущение на поверхности можно пробовать своим вниманием перемещаться глубже в принципе можно держать руки и ниже если вы чувствуете что руки устают тяжело держать на этом уровне хотя все таки на уровне груди лучше потому что ну это наверное более важно что все время будет это как в 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 Те, кто находится между руками партнера, если возникает какой-то дискомфорт, говорить об этом партнеру, и можно есть только какие-то варианты, для того, чтобы дискомфорт и избежать. Хорошо, пожалуй, достаточно. Напоминаю, заботитесь о том, чтобы вам было комфортно, и тому, кто держит руки, находите такой вариант, чтобы не было утомляющего напряжения, и тот, кто находится между руками партнера, если кто-то дискомфорт, говорите, вот у моей партнерши было ощущение давления, и я развел руки шире, сделаю подложившие движения, и не прошлое. Ну, т.е. можем находить какие-то люди. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Те, кто наблюдает за своими ощущениями, можете обратить внимание, помимо ощущений, на то, не меняется ли как-то ваше дыхание, общее состояние. И по завершении, те, кто готов завершать, можно плавно это делать или вы еще в другую сторону не делаете, да? Вы уже менялись или это? Руки разводите плавно, сразу убирайте и по завершении упражнения можно встать лицом друг к другу, прикрыть глаза и попробуйте на том уровне, на уровне груди, почувствовать своего партнера в закрытом экране. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Два метра ни у кого нет Я предлагаю сделать такое упражнение тоже по очереди Давайте сейчас сначала только в одну сторону, а потом к моей команде поменим Глядя в глаза, положить руку на верхнюю часть груди по центру, то ли партнер, то ли партнера и глядя в глаза сказать Я принимаю твои чувства Я принимаю твоё душевное состояние Я принимаю твоё чувство Я принимаю твоё чувство Я принимаю твоё душевное состояние И здесь важно, конечно, чтобы это было истинное принятие Чтобы вы неформально произносили эти слова, а действительно чувствовали, что вы принимаете человека, с которым вы понимаете. Я принимаю эти слова. Я принимаю эти чувства. Я принимаю это состояние. Если кому-то хочется заплакать при этом, можно заплакать? Несколько раз? Да. А если смеяться, то можно смеяться? Да. Я принимаю твои чувства. Я принимаю твою душевное состояние. Я принимаю твои чувства. можно плавно завершать это упражнение и руку не торопитесь убирать да как я очень плавно и по мере готовности мы же одновременно это делали а мы сделали это одновременно одно именно было интереснее а все равно рука левая или правая а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 потом слышу что-то плохо-плохо какие-то такие да слез прям аж довело это откуда-то выкопалось это такое не хорошее что-то откуда какая-то такая тоска чувствую сейчас заплачу от что-то да вот именно когда отдавал вначале думаю сейчас поделюсь хорошими такими ну что такое позитив все тогда чувствую что что-то она лезет откуда-то такое плохое да мы тоже с космоса я хочу сказать что может быть и не слышь все что проявляется со слезами я принимаю вначале просто тепло было не ощутимое присутствие там заряженные электроды все равно это такое постоянное чувство а потом в какой-то момент я даже почувствовал шарик как металлический пилотный плотный да и вот потом какой-то страх стал но все отношения но что сбежит пытается убежать почему там потерял немножко построился когда филос очень сложно поймать обратно вот так вот замереть вот как-то и заметил что вот не пальцы за меня не так ну просто останавливается может и пальцы между ладони вот это пальчики не работают не двигаются я подумал что может это мозг там меняется свойство то есть пальцы это же где-то гора головного мозга она едем отключается отключается какое-то другое я почувствовал что шарик это что-то включается только так вот включилась свет включили там случайно выключился ай надо снова включить интересно это сейчас когда тебя слышал у меня возникло такое ощущение как будто я слушаю рассказ о сновидении похоже переключение это типа как вот включается сон никогда невозможно угадать когда случилось чатом как бы шурпал шурпал и и думал что долго не засну а мне сразу выключился я даже не понял когда выключился только хочется этим орудильником управлять что ты зад включила шарик это какой-то другой ум то есть включает ну это можно учитывать ну да хочется быстрее случился дальше пошел а потом что осознанно то есть то есть стекательность ничего не а потом еще а вы говорили об этом партнере а 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 что если у кого-то появится вот дискомфорт сразу об этом говорите да не наращивайте его появилось немножко да сразу смотри что с этим делать хотя иногда бывает дискомфорт какой-то такой полезный конструктивный да но все равно важно понять да как с этим быть да да сейчас сейчас когда лежишь как себя чувствуешь да я я хочу сейчас предложить вам следующее упражнение в тех же парах сейчас важно оставаться в тех же парах да потому что уже что-то наработано уже не спешно я предлагаю повернуться лицом друг к другу и смотреть уже не не непосредственно в глаза партнера а чуть-чуть выше может быть немножко над головой и при этом вы можете периферическим зрением видеть всего партнера я его не знаю обл желто-белый цвет вот но сейчас нужно об этом не рассказывать то есть я вам предлагаю и я предлагаю вам вот просто сесть сначала да и увидеть партнера целиком я не покажите да да немножко раз я дохожу из камер а вот да так все не не она 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 используется в боевых искусствах да чтобы не было красных вот вот ну у нас сейчас другие цели хорошо хорошо я хочу сказать что не обязательно то есть как правило вот действительно самое удобное смотреть не может у нас головой партнера если кому-то из вас окажется удобнее смотреть на лицо или на клуб да и при этом расфокусировать зрение можете сделать так как вам удобно и процессе такого оглядения у вас может возникнуть какое-то метафорическое восприятие у вашего партнера то есть вы действительно вместо партнера можете то есть не вместо вот увидеть партнера в образе какого-то существа может быть может быть не человеческого да может быть там или насекомое или животное какое-то да или что-то из разряда несуществующее животное да рисует и и и и даже не и 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 когда появится образ этого существа, попробуйте почувствовать какое-то существо, какое его мантанальное состояние, караться, несутся. Пока прошу вас не разговаривать, просто прислушиваться как-то не было срабатываться, чуть почувствовать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сначала я предлагаю договориться, кто из вас говорит и рассказать о том образе, который у вас возник от партнера или партнерши Тому, кто слушает, я предлагаю примерить на себя этот образ, насколько он подходит, в чем подходит И то, что подходит, можно взять себе, то, что не подходит, можно не принимать У меня немного абстрактно все Вначале я так как ничего такого не видел, примерился взгляд, не почувствовал Потом я нашел патриотехнику, чтобы его смотреть Я так смотрел и думал, что он высокий После этого я не могу выше посмотреть А потом, когда я нашел точку, то только меньше Что-то было? Нет? Нет? Нет Ну, сначала было Как бы такое вот Пока не начали говорить Вот сзади Пенек 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 Ну, как бы Мысленно Не то, что спросила Пенек Пенек Пенек, который Ждет и готов, чтобы на него присаживались Пенек готов подставить себя Не просто коряк Пенек Именно добрый Пенек Потом он рассеялся, потому что начали говорить И в самом конце И вообще прошло вот раздвоение То есть вот оно вот разошлось Получилось, что два лица А между ними вот такое вот углубление Вот такая вот картинка внутри Какой-то вот лес Опять-таки вот лес Какая-то вот полянка Больше никаких эмоций Вот именно вот это вот раздвоение Потом оно потихонечку Потихонечку Опять высошлось И вот Вот та вот поляночка Вот это вот что-то Оно вот осталось Причем я пыталась понять Может быть это что-то Где-то там Но я смотрю Именно той картинки Какая была Тут нету Вот сзади Что это? Ну это были вы То есть это не было Какое-то там животное Или что-то Просто вот Мы так вот разошлись Вот как будто вот так вот Назадилось Вот так вот оно разошлось Это было интересно Добрый, хороший, пенек Извините А когда вот эти у нас были Ничего они чувствовали? Там были В этой части А вот Да, именно в той части Спереди нету Именно там Они живые Как настоящие Сюда пришла Была Просто спокойная энергия Она А вот Сильное сердцебиение Аж Когда смотрели в глаза, с правой у меня не было такой, просто холодная рука. Вот левое тепло пошло, на левое у вас какие ощущения? У меня это одинаковые. У меня просто так, в последнее время ничего не возникает, не появляется. Это точно какие-то нераводки. Получается, если какие-то, может, время... А у вас какие-то тепло... Не давнее упрощение. Я спустилась только вот сюда, вот здесь, и как раз позвоночник. Это вот тут, вот здесь все. И дальше я пошла вверх. Когда глаза в глаза, какие-то были ощущения взгляда? Я слышала. Нерное раздвоение, раздвоение. Четыре плотности. Угу. Вот это и... Интересно, конечно. Угу. Такая тут, наверное, взлетательность здесь. Это именно ощущение, именно чувства. То, чем занимается человек. Это именно то, чем занимается человек. Сначала такой вот белый. С закрытыми глазами. Белый. А потом внутри вот желтый. Самоопознание. А потом желтый, пока не белый. И самосовершенство. Вот это белый. Потому что если человек какие-то свои надежды на счастье, так, переносит в будущее, вот, а в будущем он никогда не находится, по-настоящему, он никогда счастливый, в жизни. А если он говорит, я сейчас от этого счастливый. Я сейчас от этого счастливый. Хорошо, находите, пожалуйста, в форму для завершения. Вот хочу это погреть. И я от этого счастливый. Я беру жизнь. Хочу я там возникнуть. Вы готовы. Сейчас. Сейчас. И сколько это сейчас. И сколько это сейчас. Вот. Да? Поэтому... Погибли. А, 12, да? Я тебя возлагаю. Спасибо. Ну все, у тебя трассов какие-то запущенные. Да. Это просто вещи войдет. Просто. Она все просто. Да. По обстояниям. Какая разница. Что сложного делать? Сложно это? Не придумывай. Это, видимо, ты положила сюда, куда надо. Погибли. Сложно cultural и на меня. Не надо. У нее пакет. Убирайте. Нормально. У меня пакет. Не пакет. Не пакет. Погибли. У меня вам сейчас поделиться. Погибли. Погибли. Ну, подвести итог нашему, как мы говорили. Погибли. Можем вернуться с трубкой. Для меня это важно, конечно, узнать, связалось ли для вас все то, что мы сегодня делали, от первых упражнений и до того, чем мы сейчас завершаем мастер-класс, связалось ли для вас это как-то воедино? Или это были какие-то разрозненные проблемы, если связалось? Связалось. Для меня еще больше связалось, что человек это целостная система. И целостность может быть как и в нем самом, в процессах, которые в нем, так и в процессах между людьми целостность может быть. И вот эта целостность между людьми мне как-то больше прояснилась. Я больше занимался целостностью самого человека или гармоничностью. Для тебя, да? Да, да. А сейчас мне как-то прояснилось, что есть еще какая-то целостность как и между людьми, что-то такое. Поэтому для меня оно как-то все вместе, все вместе, все вместе. Спасибо, мне очень понравилось. Мне тоже очень понравилось. Вся система. Я вспомнила то, что мы делали вчера. Да, я вспомнила, что мы делали в прошлом году это же. Но в прошлом году оно как-то пошло мимо, а в этом году я в более полном объеме. Осознала, конечно. Контакт с собой, с другим, с пространством. Спасибо. Мне очень понравилось, очень, что я не знаю, что это здесь будет. Это, когда была обычная ситуация, некоторые вопросы, я бы начала разгражаться. Когда вообще я не знаю, что это будет. Я не знаю, что это будет. И появилась некоторая определённость на... Почему? Не ответили на какие-то такие фоскутеры, разобрались. Разобрались, да. Появилась определённость, вот какая. Хорошо. Майк. 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 Тчеокmillе. Нужно испытывать как-то. Присложнен быть дома. Если чувствуешьаты, что надевает её не разговоры. Конечно. Не нужно сам строить. Над Guinea. По-другому ничего не живы. Здорово. Спасибо. Вы такой много ракурс открыли. Ну, в контексте, да? То есть называют как терапия. Как самоочувствовать? Кто-то еще? Ну да, связалось, что какие-то моменты тонкие соединились. Обычно в терапии дается как установки. Делай так, делай так. Как ты понимаешь, накапливается непонятно, зачем так делать. Энергетическая связь, она как-то... В смысле остается вопросом, а энергия же есть, она все равно как-то соединяется. Может, тут как-то больше почувствуем. С другой стороны. Ну вот, чуть-чуть, отлично, что я говорю. Пришлось, что я вот открылся. Какой-то другой взгляд. Ну вот, если с другой стороны, вернее. Я думал, что... Взгляд на контакт с энергетической стороны. Да, на тот же самый. И, в общем, она связалась, как бы. Я знал и представлял. По-моему, это было отдельное. Это терапия, это антитика, это... Ну, как-то одно. Мне это радует чуть-чуть. Ну, мне тоже резко чуть-чуть связали. Ну, да. Ну, тонкий момент. Тонкий для меня, ладно. Спасибо. Потому что всё отдельно открывать это тяжело. Ну, так, понятно. Ну, так, понятно. Ну, так, понятно. Ну, так, как ты. Я хочу сказать, что я находилась в своей тарелке. Мне было классно. Взаимодействие, целостность, да, очень чувствовалось. Было очень приятно почувствовать партнёра на доверии. Когда тебе доверяют, когда тебя принимают, это очень приятно. То есть, жить в таком состоянии очень приятно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за обратную связь. Спасибо вам всем за участие. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я...